Всем привет! С вами Маша и полная практика прощения с GreenMindLife и Ярославом Мундроворонцом. Сегодня я вам пишу видео с необычного, нестандартного для меня места. Это возле моей работы. У меня вот такой прекрасный вид открывается возле офиса. Мне сегодня надо было раньше ехать на работу, поэтому не успела записать видео дома, записывая его здесь. Думаю, что прекрасный вид для хорошего, вдохновляющего видео. Вы знаете, сегодня после своего вчерашнего утра, когда у меня утро было самотошно-самотошно, меня сама природа тормознула, сказала, девочка, подними глаза, посмотри на рассвет, посмотри, какая красота. Я сегодня всё утро ждала такого же рассвета. Рассветом меня утро не порадовало, потому что были тучки, но порадовало снежком, и это было замечательно. Я вот сегодня утром задумалась, блин, иногда мы ждём чего-то одного, получаем совершенно другое. Но то, что мы получаем, оно никак не хуже, оно другое, оно не совсем то, чего мы ожидали. Но у нас природа, этот мир, Вселенная, они нас радуют какими-то новыми вещами, новыми возможностями, новыми моментами для того, чтобы мы в ней для себя тоже нашли что-то хорошее. Я получила огромнейшее удовольствие, я говорила, что тут ездят поезда, немного шумно. Говорила о том, что природа для меня — это всегда вдохновляющее что-то. Я очень ждала снега, и вот сегодняшний снежок, который выпал, такой невероятно красивый, его не так много, но тем не менее меня лично очень порадовал. Я вышла на улицу, немного прохладно, морозно, но этот снег — это такая радость. И я шла, и я думаю, что со мной, что я чувствую? И у меня внутри, знаете, такое полное, всепоглощающее чувство благодарности. И мне так хорошо было, так приятно было, я так радовалась. И я шла, я думала, Боженька, спасибо, не солнце, не то, чего я ждала совершенно, но этот снег, но это настолько прекрасно и настолько здорово, что природа нас радует чем-то новым. Каждый день что-то другое, и каждый день можно найти для себя вдохновение в чём-то новом, хорошем. Ты учишься находить радость от всего, что происходит вокруг, и это просто невероятно. И вот это чувство такой всепоглощающей благодарности, оно настолько приятное, оно возвышает тебя вот прям над всем, и это очень здорово это ощущать. И я также ещё вспомнила о том, что вчера тоже слушала о том, насколько важно благодарить Вселенную за всё, что происходит с тобой вокруг, насколько важно находить повод для благодарности каждый день, благодарить за всё. Буквально, банально, ты проснулся, поблагодари Вселенную за то, что ты смог открыть глаза, за то, что ты смог встать с постели, за то, что у тебя там ничего не болит, что ты дышишь, видишь. И это, казалось бы, такая банальная вещь, но, блин, благодарность настолько заряжает, настолько вдохновляет, это настолько прекрасно. Я вот сегодня тоже шла, и когда думала о снеге, о природе, начала вспоминать всё, что есть в моей жизни, и за что я могу быть благодарной. И вы знаете, на удивление этих вещей настолько много, что я поняла, что мне грех жаловаться на какую-то мою жизнь, на какие-то вещи в моей жизни. Это просто неправильно на них жаловаться, потому что моя жизнь, она прекрасна. И тут же задумалась, насколько важно поднять себя, возвысить себя над уровнем вот этих вот будней, суеты и посмотреть на всё вокруг тебя, что у тебя в жизни есть, новым взглядом, вот свежим взглядом, и понять, насколько много всего у тебя, сколько прекрасных людей в твоей жизни, сколько прекрасных отношений в твоей жизни, насколько у тебя там чудесная работа, насколько тебе повезло, насколько тебе комфортно там, или там дом, семья, ну всё, всё, что тебя окружает, все вещи, банально вещи, которые у тебя есть. У тебя есть одежда, у тебя есть крыша над головой, у тебя есть что покушать, у тебя есть там хлеб, каша, ещё чего-то. И это настолько здорово, и мы настолько в нашей суете забываем об этом, но когда если себя остановить на минутку, возвыситься над всей своей суетой и подумать, окей, а что у меня есть, а где я сейчас в жизни нахожусь, а какая моя жизнь, то мы обязательно поймём, что у нас есть миллионы поводов для благодарности и миллионы поводов быть счастливыми. Поэтому останавливайте себя, не погружайтесь совсем в будни, остановитесь, посмотрите вокруг, оцените, насколько вам всё-таки повезло, найдите поводы для благодарности, делайте это каждый день, как бы банально сейчас для вас это не звучало. Но вы попробуйте, и вы поймёте, что это вдохновляет, заряжает и радует. И Вселенная в таком случае будет вам дарить ещё больше поводов для благодарности. Вот такие мои сегодняшние размышления. Такой вот так начался сегодня мой день. Надеюсь, что у вас он начался ещё лучше. С вами была Маша и полная практика прощения с Green Mind Life и Ярославом Мудр-Воронцом. Мы живём на яркой стороне. Я знаю, и ты знаешь, ты можешь это сделать. Начни это делать прямо сейчас. rollенно-оуэیا и...! acht тысяч 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 eventually ничего .